Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Добрый день, дорогие друзья. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ в эфирной студии Роман Шахов, Лиза Калинина и наши гости. Ой, друзья, у нас сегодня будет такой интересный разговор. В гостях у нас сегодня доктор философия, организатор и участник научно-практических конференций, мозг как инструмент для самопознания и познания жизни, игры разума, общественный деятель. Ольга Норец у нас в гостях сегодня. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно еще сюда присоединить и коуч, и психолог, и наставник. Наставник. Общественный деятель, между прочим. Общественный деятель, да. Смотрите, у вас совсем скоро пройдет серия мастер-классов в Сити-класс. Один из них 14 июля, уже совсем скоро, который называется «Я-ресурс. Как раскрыть ваши скрытые возможности». Вот я предлагаю с этого и начать. То есть уже из этой темы понятно, что «Я» — это ресурс. И ты так же себя скажешь, и вы. Ну то есть у нас какие-то возможности есть внутри. Никакие-то. Вот а какие? Никакие-то. Смотрите, даже вот вы уже скромничаете. Какие-то в нас заложены природой столько всего, что когда мы начинаем это раскрывать, вот начинается как раз повышение той самой самооценки, о которой мы так много говорим. Ольга, бывают крайности. Кто-то думает, что у него все внутри, а кто-то думает, что ничего внутри. Вот как вот здесь? Ну что такое все внутри? Ну что он сверхчеловек, понимаете? Может быть он... Нарцисс такой уже. Вы знаете, пускай человек об этом думает, самое главное, чтобы он этим никому не мешал. Соблюдал экологию пространства. Ну пусть он... Это его путь. Пускай он так думает, пусть он так живет. Он такой, какой он есть. Ну чтобы не мешал другим. Он идет своей дорогой, да. Ну самое главное, никому не мешает. Ну а те люди, которые говорят, ну что у нас, какие таланты, вот как мы там ничего не знаем. Серенькие. Приходите на мастер-класс «Я ресурсы». Это практически сплошная практика, когда в течение первого часа у нас звучат аплодисменты. Потому что большинство людей, ну 98%, которые приходят, даже не подозревают, насколько они талантливы. В течение первого часа они начинают писать стихи. Они начинают писать прозу. И даже какие-то научные рефераты. Ничего себе. Кому что близко получается. У нас звучат аплодисменты. Здорово. Ну давайте по порядку. Что нужно делать? Может быть мы сейчас дадим какие-то советы? Либо что нужно осознать, вот чтобы человек раскрываться стал? А вы знаете, я хотела бы, можно вот справочно, откуда, скажем так, ножки выросли? Давайте, конечно. Я человек без погон, но всю свою жизнь имею отношение, ну в первую очередь, к авиационно-космической сфере. Так. Это значит, что мне жизнь подарила очень много отношений с космонавтами, с летчиками-испытателями. Это те люди, это те люди, как раз это олицетворение мощных ресурсов. И даже тогда, когда они просто рассказывают о своей жизни, да, или о полёте, который прошёл, слушая внимательно, всегда можно найти что-то для себя такое и поднять свою самооценку. То есть какой-то совет получить, ну для себя, да, услышать что-то нужно. Сформулировать что-то для себя. Сформулировать. В недрах Министерства обороны была создана система методик для получения информации посредством резервных возможностей человека. А получение какой информации? Извне? Из мира или как? Или из себя же эту информацию? Ну вы знаете, это уже следующий вопрос. Самое главное, что каждый из нас имеет возможность получать любую информацию из разных сфер жизни. Безусловно, эти методики в первую очередь были использованы для государства и в силовых ведомствах, да, для государственных нужд, скажем так. В начале 2000-х годов некоторые из них были рассекречены. И теперь мы имеем возможность... Доступ такой имеем. Да, мы имеем возможность посредством простых эффективных методик раскрывать в себе ресурсы, которые заложила в нас природа. Антаршечка. Они настолько простые и настолько эффективны, как я уже сказала, в первый час звучат аплодисменты. Ну то есть главное всё это делать в системе. Вот в чём секрет? Или ты хотя бы попробуешь и уже что-то раскрывать? Самое главное, самое главное, чем я делюсь в самом начале, это навык самоконцентрации. Мало того, скоростной самоконцентрации. Давайте сейчас мы сконцентрируемся на музыке очень быстро, а после этого вернёмся к разговорам. Оставайтесь с нами. Будь в компании «Страна Эфм». Мы сейчас остановим песню в исполнении Дони, потому что, дорогие друзья, в эфире телерадиоканала «Страна Эфм» не только музыка, но и разговоры. Сегодня у нас разговоры такого возвышенного философского толка. Да, так точно. Благодаря Ольге Норец, она у нас в гостях. Ольга, между прочим, доктор философии. И много других есть эпитетов. Но мы, по крайней мере, пока сейчас говорим о философии. Да, сейчас мы пытаемся, Ольге, разузнать какие-то секреты, какие-то рекомендации, я надеюсь, мы получим. Но самое главное, друзья, 14 июля в сети класс состоится более подробная лекция, мастер-класс даже больше. Практические занятия. Да, практические занятия. Называются они «Я ресурс». А вот 21 июля состоится ещё одна встреча, которая называется «Взлёт разрешаю.себе». Хорошо вы сказали. Да. Итак, мы в перерыв поговорили с вами, вы нам уже озвучили первый секрет, что всегда нужно быть в балансе с собой. То есть в равновесии, концентрация такая. Вот что нужно сделать? А вот смотрите, мне слушатели подарили вот такую замечательную композицию, да. Вот как вы думаете, что есть наш мозг? Идея? Есть энергия какая-то. Понимаете, вот секрета нет, да? Мы все знаем, что наш мозг — это приёмник. Приёмник. Какой-то электрохимический инструмент. Ну, прежде всего, это приёмник, да. Так. Мы принимаем и транслируем информацию. Правильно? Так вот, нашими учёными, самое главное, военными специалистами, это очень ценно. Как раз и было доказано, что наша гениальность зависит от настройки нашего головного мозга. И занимаемся мы на мастер-классе как раз тем, что учимся настраивать посредством обыкновенных, простых навыков, умений, учимся настраивать свой самый главный аппарат. Центр управления полётами, собственно говоря. Как музыкальный инструмент получается. Абсолютно верно. Да, кто-то даже говорит, как рояль. Можно отстроить, как рояль. То есть вообще цель всего – это вот словить это состояние баланса и его максимально удерживать, вообще быть в нём, да, вот в этом состоянии. И тогда уже будет всё легче, первый шаг. Вы знаете, вот самое главное, первый шаг всё-таки – осознать, что мы обладаем вот таким замечательным инструментом. Пожалуй, самым главным, да, в нашем физическом теле, что мы приёмники, а значит, мы можем… Кстати, даже слово «настроение», посмотрите. Настроиться. Настроиться, да. И от того, как мы настроимся, будет зависеть, как мы пообщаемся, что в своей жизни мы совершим. От настройки нашего основного аппарата зависят наши шаги по жизни. Ольга, скажите, а что мешает нашему аппарату работать в режиме автонастройки? Как-то вот он сам по себе вроде такой совершенный, много чего запоминает. Вы знаете, если вы сознательно, если вы сознательно его не настраиваете, он может работать по-разному, как мы понимаем. Поэтому наша задача, мы же на самом деле народ созидательный, да? Ну да. У вас, кстати, программа даже называется, да? Вы создаёте уже пространство. Лучшее в стране пространства. Лучшее, лучшее. Посмотрите, какие вибрации сразу. Вы наполняете… Да, вы наполняете пространство лучшим. Спасибо. Да, лучшими навыками, лучшими песнями, настроением, опять же. Поэтому все пути ведут головному мозгу. И на мой взгляд, слава богу, сейчас мы слышим с экрана телевизора, что наши известные нейрофизиологи дают советы, что нужно простым, бытовым языком объяснять человеку, что есть наш головной мозг. От этого и все проблемы. Поэтому, ну вот, то, что мозг имеет волновую характеристику, вроде бы знают все. К чему говорит слово «можно убить» и мыслью можно убить. Значит, опять все пути ведут сюда, да? Значит, если бы люди осознавали, осмысливали, какой силой мы владеем, вы знаете, конфликтов было бы точно меньше. Потому что, если я знаю, что волной можно и приголубить, да, а волной можно и долбануть как следует. Ну и себя тоже, собственно, обратной волной. Абсолютно верно. Самоочтожение такое. Да, военный термин, обратка. Да. Никто не отменял. Друзья, давайте думать о хорошем, сделаем хорошую паузу, после которой вернемся к общению. Оставайтесь поблизости. Ольга Норец в гостях у страны ФМ. Друзья, лучшее в стране продолжается. И мы хотим разобраться, как жить в мегаполисе, как остановить вот эту словомешалку, которая в голове шуршит, звучит. Практически в военном блазнарме, да. Большой город, все-таки сложно. И я хотела опять напомнить о том, откуда, скажем так, ножки выросли. Причем тут военные. Вот вы коснулись в самом начале нашей встречи по поводу конференции «Мозг как инструмент для самопознания и познания жизни». На самом деле это был десятый год. Тогда, когда нас тоже уволили с авиационно-космического салона, всю нашу команду. И знаете, как говорят наши летчики-испытатели, чуть небо не упало. У меня она тоже накренилась. Благо, что я владела уже на тот момент какими-то навыками, да, чтобы не пойти в разнос, да, в части психики. Я организовала вот эту конференцию и пригласила туда специалистов, там, йога-практики, из Института головного мозга у нас были специалисты. Те, кто практикуют и тренируют, имеют отношение к боевым искусствам. То есть, да, нейролаборатория у нас был представитель. Все те, кто имеет отношение к человеческому ресурсу. Все те, кто имеет отношение к саморазвитию, к самопознаванию, безусловно, военных специалистов. Потому что мне нужно было понять на тот момент, мы живем в мегаполисе, жизнь ускоряется с каждым днем. Об этом сейчас уже только ленивый не говорит, да. И мне важно было для себя понять, первое, как быстро восстановить себя, если ты попадаешь в стрессовую ситуацию, если там есть моменты выгорания. А мегаполисы, да? В мегаполисе, да. Мы, собственно говоря, с вами живем в горячей точке. А чем не горячая точка? За рулем, в метро, дома. Опаздываешь все время. Опаздываешь, мы постоянно спешим. Мы быстро там принимаем пищу, мы живем очень быстро. Вечером не уснуть. Вечером не уснуть и так далее. И так далее, да. И меня интересовало как раз, где те самые простые и эффективные практики, навыки, которые я могу применять ежедневно. И в своей профессиональной деятельности, и в быту. Для меня вот это было важно. И когда я услышала, как коллеги делятся своим опытом, вот тогда я окончательно сделала вывод, хоть я и имела, скажем так, к военному отношению там не один десяток лет, но для себя и по сей день я убеждена, что самые простые и самые эффективные навыки, практики аккумулирует ВПК. Наши военные. А, кстати, вот такая фраза очень часто звучит с экрана телевизора. Этим уже заинтересовались военные. Значит, логически копать здесь. Да. Вот таким, да, интуитивно-логическим путем я познакомилась с нашими замечательными генералами, военными специалистами, да, чему я очень рада. Плюс мое общение опять, поскольку я живу в том городе, где проходят авиационно-космические салоны, все это вместе взятое, да, общение с летчиками-испытателями нашими, как я сказала уже, с космонавтами, все это еще раз убеждает меня в том, что я иду правильным путем. И я делюсь этими навыками каждый день. На занятия в первую очередь я даю навык, как остановить внутренний диалог. А можно остановить, да? Это большое... Да легко. На самом деле легко. А научите нас. И почему опять... Приходите на мой мастер-класс. Это настолько легко, что вам даже нет необходимости приходить в пространство сети класса. Вы нам уже сказали, вот один из советов, попишите двумя руками, да? Двумя руками, да, конечно. Берете, где бы вы ни находились. Не обращайте внимания, кто что скажет. Берете листочек, берете две ручки и пишите одновременно двумя руками. Вот. Одно слово, например, код. И самое главное, и самое главное, включите наблюдение. Это замечательный навык, который нужно развивать. И делиться с детьми в том числе и с родными тоже. Потому что наблюдая, мы видим, что... О, что-то происходит. А я ведь реально... Что-то во мне изменилось. Наблюдение. Прекрасный навык. За предметами неподвижными или за обстановкой машины ездят, люди ходят как... Вы знаете, столько сейчас возможностей, столько сейчас разных техник. Выберите для себя самую... Ну вот с чем резонируете. Пробуйте. А я в ваш арсенал представлю еще самый простой навык. Вот проще не бывает. Если кто-то узнает, поделитесь. Хорошо. И ко всему этому имеет отношение к нашим военным специалистам. Потому что находясь в горячей точке, о которой мы сегодня говорим, там нет возможности медитировать несколько часов. Понимаете? Конечно. А здесь происходит скоростная, скажем так, медитация. Вот. В этом большая цель. Только сел медитировать, уже станция метро все твоя. И далее, и далее у нас есть возможность, да, мы не просто так, да, я постоянно показываю на этот замечательный аппарат, который называется мозг. Приемник наш. А далее мы учимся получать различного рода информацию из любой сферы нашей жизни. Вновь у нас небольшая пауза. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. Из высших спирт, да, пришла информация. Да. Оп. Лучшие в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Ольга Норец в гостях у телерадиоканала Страна.ФМ. Доктор философии. И вот мы тут за кадром говорили. Ольга сказала, что вообще все в нашей жизни легко. Да, Ольга тут что-то наколдовала, что даже мы как-то переместились, мы не заметили, как-то оказались... Фантастика! Все поменялись местами. Как это так? Чудеса. Как у вас ресурсы, у вас этапы. Очень большой. Здесь он меняется. Прямо на глазах. Видите, что происходит здесь? Ольга. Да, говори. Да, мне просто вот что интересно. Нам приходят вопросы. Вот понятно, что самое главное быть в состоянии баланса. Но бывают такие ситуации, когда у людей и депрессия, и правда много внешних факторов, которые, ну, очень влияют на жизнь. Человек не может очень долго найти работу. Падает самооценка. Никто не берет. Ты зависим так или иначе, допустим, от работодателя. Не берут мужчину, сидит без работы долго. Ну и многое-много другое. Просто вот этой темы касался вопрос. Вот как быть? Как быть в дзене, в балансе, в гармонии? Вы знаете, вот как бы сейчас наивно не прозвучала моя рекомендация, да, но правильно говорят специалисты, если это работает, значит, это нужно использовать. Так. Прежде всего, прежде всего, нужно поменять своё мышление. Да, понятно, жизнь меняется, мы живём в новой реальности. На самом деле мы уже живём в нейрореальности, да. Параллельно рождается и живёт уже искусственный мир. Поэтому, безусловно, люди, которые испытывают вот такое состояние, близкое к депрессии, к сожалению... Ненужности какой-то. К сожалению, да. Таких людей будет больше. Но здесь всё зависит от человека. Здесь самое главное, здесь поменять своё мышление. Посмотреть на мир по-другому. Выйти за рамки, как бы это банально ни звучало. Я ведь не просто так приглашаю вас на аэродром, да, не только, скажем так, в замечательный кабинет мастер-класса, но ещё на открытую площадку, чтобы человек увидел какие-то свои... Слово «проблемы» не люблю, да, оно по-другому звучит. Задачи. Задачи — это значит всегда есть решение. По-другому. С высоты, скажем так, птичьего полёта, вот с метапозиции, человек увидит, что и проблема-то на самом деле, задача-то и... Она решаема, вернее так. Но самое главное, самое главное, кстати, то, что происходит на мастер-классе, мы ведь не просто останавливаем внутренний диалог. Для чего мы это делаем? Для того, как я уже сказала, чтобы получать нужную нам информацию. В любой сфере жизни. Что такое потерять работу, да? Человек реализовывал себя. Так. Вдруг, значит, сокращение, да... Оптимизировали. Кстати, приведу пример. Так. Совсем недавно у меня были занятия. Команда, кстати, офицеры. Причём высокого уровня. Угу. Сокращение. И вот сидят эти замечательные мужи. И, откровенно говоря, я увидела растерянность. Я понимаю, что они делали... Они служили, они делали свою работу качественно, достойно. Много лет. Много лет. Время изменилось. Что делать? Вот в процессе практики... Вот товарищ сидит, и вдруг, и вдруг... А я даю упражнения, они достаточно простые. Так. Как я уже сказала, мы заходим в разные сферы жизни. И вдруг приходит... Вот не просто так у нас стоит мозг, а рядом... Вот лампочка, да? Inside. Inside. И вдруг он выписывает. Я же краснодеревщик. Вы понимаете? Угу. Достать его. Достать. Наши подсознания знают всё. Поэтому самое главное, грамотными вопросами, упражнениями... Шагами. Шагами. Ну, шаг — это уже движение, обязательно. Это энергия, да? Если нет шага, значит, мы не даём энергии, и ничего не будет происходить. Человек может лежать, мечтать, ничего не происходит. И ждёт. И ждёт. Ну, ждать тоже можно по-разному, понимаете? Ведь наша задача ещё, чтобы у человека пробудился к жизни интерес. Конечно, зачем же? Безусловно. Именно поэтому. Простроены так упражнения, что даже если его нет, он появляется. Вот это важно. Причём за очень короткий промежуток времени. И человек сам, заметьте, самое ценное, сам находит решение. Никто ему не навязывает, ничего, скажем так, жёстко не рекомендует. Человек самостоятельно достаёт из своих замечательных кладовых то, что ему нужно на данный момент времени. Друзья, достаём из кладовых 14 июля в сити-классе «Я-ресурс. Как раскрыть ваши скрытые возможности». Приходим на мастер-класс к Ольге Норицу. Да, вы сказали, что зовёте ещё всех на аэродром. А то есть реально... Когда? На какой? С огромным удовольствием. Как это сделать? Вот сейчас люди заинтересовались, куда идти? На самом деле на сайте сити-класс замечательно всё прописано. Как добраться? Вот единственная, скажем так, вот такая задачка всё-таки это расстояние. А когда это будет? 14 или 21? 21 июля я приглашаю на аэродром «Воскресенц», который называется. Это замечательный, современный аэродром. Я приглашаю вас совершить полёт на автожире. Автожир – самое безопасное, самое красивое, на мой взгляд, авиационное транспортное средство. Очень многие даже не знают, что это такое. То есть мастер-класс будет не в стенах. Он будет в небесах. Часть мастер-класса пройдёт, да, мы настроимся. Так. Мы настроимся. Кстати, приглашаю тех, кто боится вообще летать. Даже пассажирским. Высоком боится. Да, самолётом. Приглашаю. А мало того, очень часто приходят, приезжают с детьми, со взрослыми детьми. И для меня самое ценное, что папа, мама, дети открывают друг друга. Вы понимаете? Прожить там 20-28 лет вместе и вдруг смотреть друг на друга восхищёнными глазами. Вот, понимаете, такая обратная связь. Но это же счастье. Это я себя чувствую тоже очень счастливым человеком. Ну и информация для тех, кто не знает, что такое автожир – это что-то типа вертолёта. Да, это такой маленький, хорошенький вертолётик. Он погуглил уже. Самое главное, да, для меня это и для других это большая ценность – нет болтанки. Это что такое болтанка? Ну, это когда вот… А, всё, я поняла. Значит, вы не летали. Воздушные ямы и прочее. Нет, не летали, понятно, когда трясёт. Абсолютно верно. Так у меня же ещё пишут, вы понимаете, у меня слушатели принимают информацию в полёте. Это очень необычный мастер-класс. Первый этап – подготовка, второй – мы принимаем информацию. Затем уже обрабатываем логическим путём. И в итоге, в итоге, тот, кто пришёл на самом деле что-то… Поменять. Что-то изменить. Или понять. Реально, понять, изменить. Да, может быть, чему-то, да. Может быть, научиться. Может быть, как раз приобрести, обрести профессию, там, лётчика. Приземлиться другим человеком можно. Абсолютно верно. Приземлиться другим человеком. Для того, чтобы поделиться ещё с кем-то. Что касается взрослых, мы поняли. Но у вас же есть программа для детей, Ольга. Расскажите вот об этом. Для детей я работаю со старшеклассниками. А вы, наверное… Подростки уже. Вы, наверное… Да, я работаю с подростками. Может быть, вы имеете в виду, что моя сестра, Нурец Татьяна, она работает с детишками. Ну вот Максиата-авиариата. Вот это вот расскажите. А, мы к Максиатам. Спасибо, что вы коснулись этой темы. На самом деле, что касается Максиат. Ну, поскольку я… Что это такое? Давайте расскажем. Что это, да, давайте. Да, первое. Ну, я думаю, сейчас уже все страны знают, что есть авиационно-космический салон в городе Жуковске. Да, Макс. Макс. И вот открывает первое лицо нашего государства, да, президент России. Для меня это, понимаете, это не просто авиационная площадка. Я всегда об этом говорю, это не просто бизнес-площадка. Первое, в мире нигде нет такого. Бизнес-площадка и совершенно нереальное шоу-программа. Поэтому, на мой взгляд, люди, которые ищущие, которые занимаются самопознанием, обязательно найдут для себя очень много полезного. А что там происходит? В какой бы сфере, ну, как я уже сказала, это бизнес, да? Нет, максиатная, что да, вот максиатая. Да, сейчас мы коснемся детей. Почему для меня это так важно? Просто у меня дочка разделалась в день авиации, когда в небе были истребители, и роддом города Жуковского, да, сотрясался от звуков тяжелых истребителей. Ну, конечно, прекрасно. Все логично. Это, представляете, какая это мотивация. И с тех вот самых начала 90-х годов я стала, тогда была такая возможность, я легко организовывала группы детишек, названы они были максиатами, от слова, да, Макс. Мало того, мы приходим в роддом, представители администрации приходят вместе и приветствуем родителей. Прежде всего, да, оставляем какие-то знаки внимания для того, чтобы, знаете, как заикарить, потому что все-таки это авиационный центр России. И я убеждена, что для большинства это сработает. Это сработает. Так вот, максиаты, это, ну, программа, сама программа, это популяризация на самом деле авиационная. Почему опять авиация? Потому что небо. А вам летчик скажет, что небо чистит мустров. Ну, то есть это что? То есть вы собираете детей, они приходят туда на лекции, получают, ну, тоже какие-то профориентационные программы. Они, знаете, как я говорю, у них есть возможность пожать руку герою, да? Ну, то есть внедрение детей в эту среду. Погружение в среду, да. Популяризатор. Погружение, абсолютно правильно. Они могут потрогать самолеты. Они могут увидеть то, чего другие детишки, быть может, сидя за компьютерами, даже не подозревают. Это другая энергетика. Это во время Макса происходит? Как это? Это во время, да. Это во время, там, первый или второй день авиасалона. И, на мой взгляд, вот детям уже, понимаете, в это растущее сознание, да, заложить любовь к небу. И особенно те люди, которые испытывают большие классные машины. Опять мы говорим о ресурсе, да? Это правда. То есть мы детям показываем опять. Вы представляете, какой человек, сколько нас всего, сколько в нас заложила природа. Друзья, по природе эфира нам необходимо сделать маленькую паузу, после которой мы вернемся. Будьте в компании страны. До конца этого часа мы наслаждаемся еще возможностью прокачать свой мозг. Эту возможность нам предоставляет Ольга Норец, доктор философии. Да, и не только. Ольга, смотрите, вот сейчас вы уже говорили о том, что очень много информации. Есть такое понятие информационный шум. Человек уже не может фильтровать вот тот поток, который идет на него. Как быть? Вот смотрите, благодаря интернету, безусловно, сейчас наблюдается, особенно последние годы, приходит очень много слушателей, у которых наблюдается информационный перегруз. Человек приходит и говорит, я вроде бы знаю все, но в моей жизни ничего не происходит. Вы знаете, как кто-то из военных сказал, вот куча мусора растет, извините, вот за такое, но в раке развивается, да, ничего не происходит. Теория без практики. Как раз, да, как раз вот эти навыки, простейшие навыки, простейшие упражнения, они позволяют структурировать информацию. Вы просто к ней начинаете по-другому относиться. Мало того, мы же еще и говорим, на самом деле мы говорим про сверхчувственное восприятие. А значит, вы будете как бы больше чувствовать информацию. Понимаете, и перегруза мозга тогда не возникает. Вы как будто бы знаете, где взять информацию. Ведь сейчас у нас нет задачи много запоминать. Для нас сейчас главная задача найти нужную для меня информацию. Правильно? Подходящая именно тебе. Абсолютно правильно. Она мне нужна на данный момент жизни. Вот в основном эта задача стоит. Так вот этот навык, как раз, он и помогает структурировать. Откроется третий глаз у нас. Например? Назовите это так. Или интуиция прокачается. Назовите. Между прочим, я хочу вам напомнить, что в том году произошла замечательная встреча Далай-Ламы с нашими нейрофизиологами. Так, на минуточку. Вот вы коснулись третий глаз, да? Где Далай-Лама отметил, да? Мы тысячелетиями говорим о любви. А почему столько агрессии в этой жизни? Да, вопрос. Значит, здесь нужна поддержка науки, да? Нейрофизиологов, нейробиологов и так далее. Людям нужно простым, бытовым языком объяснять, как мы устроены и как сделать так, да, чтобы наш мозг не перегружался. Поэтому какие-то базовые вещи, да, что всё-таки наш мозг имеет волновые характеристики и волной можно, да, шарахнуть и получить обратку. Обязательный юмор. Слава Богу, сейчас звучит, что юмор усиливает интеллект. А, да? Это стало звучать. Да, это очень важно. А позитивное мышление? Позитивное мышление. Смотрите, что за этим стоит. Позитивное мышление. А значит, значит, моя физиология в порядке. А значит, мышление созидательное. Значит, мой мозг, мой мозг работает, работает. И вот рядом, да, в формате лампочки происходит инсайт за инсайтом. Вот буквально одно из последних занятий. Да, девушка пришла с большой кучей вопросов. У меня три инсайта, понимаете, в течение двух часов за занятия. Три инсайта. Или молодой человек, студент. Слушайте, информация идет, как из тюбика. Понимаете, какую обратную связь дают. А бывает так, что человек ничего не получает, не получает этого инсайта, а потом догоняет его. Бывает, понимаете, опять мы же живем в мегаполисе, да, пространство перегруженное. Помех много. Помех, абсолютно верно, помех много. И не каждый, не каждый успевает настроиться. Но самое главное, если он готов получить этот импульс, если человек готов, если он пришел получить для себя что-то важное, он пустой не уйдет. Когда ученик готов, приходит учитель. Абсолютно правильно. Возраст имеет значение? Ну, для... на мои занятия, в всяком случае. Ну, конечно. Не ходят старшеклассники, да, и... Сити-класс пространство молодое, на самом деле. Ну, а если вот какой-то человек взрослый уже готов, он потянет? Что-то поменять? Жизнь кардинально, может быть, приходит? Вот опять сейчас, смотрите, все чаще и чаще звучит. Ведь пенсионный возраст не просто так двинули, да, сейчас, что оказывается. У нас теперь старост приходит в 75 лет. И опять... База, как скажете, да, база, это опять ученые, я так понимаю, подсказали, понимаете? Происходят какие-то изменения, которые нужно уметь увидеть. Почему я сделаю акцент на наблюдении? Это очень-очень важный навык. Нельзя отставать от жизни, в общем, от ее трендов. Самое главное, ее не бояться, ее не пугаться, да, меняется реальность. И наша задача – научиться жить в этой меняющейся реальности. Поэтому я говорю, как наши летчики, да, говорят, все... Это, кстати, Наполеон что-то примерно так говорил. Все неси домой в части информационном. А мой мастер-класс, навыки, которыми я поделюсь, они помогут разобраться, что тут есть для меня важное. То есть, опять-таки, нужное тебе, полезное для тебя. Абсолютно правильно. Что мне сделать для того, чтобы... Что мне нужно для того, чтобы сделать первый шаг, да? Первый шаг – это движение, это энергия. Кстати, вот у вас канал «Певучие», да? Очень мало сейчас об этом говорят. Хотя тем нетворкинга – море. Но ведь что такое исполнять песню? Что такое петь песню? С артистами прибавили громкость так. Это самый простой, безболезненный способ получения энергии. Почему я говорю, как бы это наивно ни звучало, напевайте всегда, где есть возможность. Все, Ольга, давайте напевать. Спасибо. Ольга Норис была в гостях у «Страны ФМ». С песней по жизни. Спасибо вам огромное. До свидания. Спасибо большое. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна ФМ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова